Аня, давай телеваться! Давай! Он это снимает. Телеваться! Она так любит телеваться! Ай, ты разошла бы, Тоня! У нас... У нас... У нас неспокойные ночи! Аня! Тогда зачем я засовываю свои руки? Я не знаю. Котят! С... Сзади. Привет! Я Энди Мэджик и это моя новая крутая рубрика на канале Мэджик в гости. И сегодня, ребята, я в гостях у Дениса и Вики. На этом канале вы их еще не видели. И это их кисонька-кошечка Баттерс. Она даже повернулась на тебя. Она услышала, что я ей говорю. Так что, ребят, ставьте лайк, если вам нравится эта рубрика и вы хотите увидеть здесь еще других блогеров. И пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть, а лучше идите к тому блогеру, которого вы хотели бы здесь увидеть, или известному человеку, кому угодно, и пишите ему хэштег Мэджик в гости. И для знакомства, если вы не знаете, кто такие Вика и Денис, у них, кстати, есть свои каналы на Ютубе, и общий канал, и инстаграмы, и у Баттерс есть канал, короче, целая такая Ютуб семья. Давайте с ними познакомимся. Будет быстрый Блиц опрос. Сколько Баттерс лет? Полтора года. Почему вы назвали ее Баттерс? Мы, короче, думали назвать ее Мистер Пикклс, и даже в первом видео мы такие Мистер Пикклс, Мистер Пикклс, и сомневались, думали все-таки назвать Баттерс. В итоге мы назвали ее Баттерс в честь персонажей из Южного Парка Баттерса. Я помню, что вы говорили, что вы думали сначала, что это мальчик. Да, мы убрали мальчика, продали мальчика, и мы такие ну, до полгода думали, что это он. Полгода думали? Потом я такой смотрю, тетюлька нет, а есть дырочка. Денис. Ну так и было, то есть, сначала тетюлек был. Там просто шерсть так сам, там тетюлек и два шарика были, такие мохнатенькие, да? Правильно же? Просто казалось так из-за шерсти. То есть вот. Это взрослый контент. Вика такая балансирует, просто так казалось из-за шерсти. Вроде растет котенок, почему ничего не растет другого? И мы повели ее к ветеринару проверять. В итоге проверили, посмотрели, сказали, что девочка. Как она вообще, получается, у вас появилась? Мы просто давным-давно хотели котейку, и мы раньше, когда были студентами, думали, что мы не можем себе взять, потому что это большая ответственность, взять котеечку, ухаживать за ней. И мы такие, вот мы стали зарабатывать сами, мы можем себе позволить взять котеечку, которую давно хотели. У нее какая порода? Шотландская веслоухая. Почему вы выбрали именно шотландскую веслоуху? Я давным-давно хотела такую породу. Именно с детства мне очень нравились такие плюшевые котики, потому что она похожа на плюшевую игрушку. Какое у нее любимое занятие вообще? Вот прям по вашему, конечно. У нее много любимых занятий. Мы, конечно, не будем говорить то, что она любит спать и есть. По ней это видно. Это логично. Она очень любит застилать и расстилать со мной кровать. Особенно, когда я простыль накидываю, она задалась ей подниться, и там бегает. И когда я, например, убираю простыль, она отцепляется, и отпускает. А еще она любит утром нежиться. То есть эта порода сама по себе не склонна к обнимашку цепи, да? И вот мы кому рассказываем все-таки, как так? Вика приучила делать так. Вот так вот берешь, и чтоб все четыре лапы свисали. То есть она вот так вот ходит там, Вика готовит, например, а Бадас такая висит на руке и смотрит, типа там. Короче, можно это. Можно все показывать. Она очень любит. Нежится. Черт. Еще вот она прыгает вот так вот. Пока Батас умывается, я вам устрою челлендж. 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 На ютубе популярный челлендж, у нас тоже будет свой. Короче, представьте, кто-то из вас сейчас, вы сыграете на камень ножницы бумага, ощутиться на месте кошки. А кто-то на месте хозяина, который будет ее дрессировать. Мы никогда не задумываемся, насколько этим животным тяжело нас понимать, что мы от них хотим. И мы просто что-то пытаемся объяснить им, типа, а они не понимают. И вот этот челлендж заставляет тебя, человека, который будет участвовать в нем, ощутиться в шкуре животного. Пытаться понять, что от него хотят без слов. Кто выиграет, тот хозяин? Да. Ты хозяин. Ты баттер будешь сегодня. Ты не можешь не изображать кошку. Ты просто должен быть как бы, должен понять, что от тебя хочет Вика. Вика, мы сейчас с тобой уйдем, придумаем задание одно. И дальше, Денис, ты смотришь, внимательно за ней наблюдаешь, ты ничего ему не говоришь вообще. Ты можешь только хлопать, это означает, что нет. Или говорить ой, это означает да. А вкусняшку дадить? Ну вот ой, это и есть как бы поощрение для тебя в данном стадии. За ой не будешь, да? Ну ладно, если правильно сделаешь, дадим вкусняшку. Задание Вики, чтобы Денис лег на диван, как котик такой. Да, вот так. И мило. Все. И ты от него этого должна добиться. Как хозяйка. Как я это добьюсь, не объясняя. Вот так? Только так. Или ой, да. А вот так же у нас животные должны в дрессировке понимать, что мы от них хотим. Потому что животные слова не понимают, не привыкают. Нет, они запоминают слово только, когда поймут, что оно означает. А чтобы им это объяснить, мы говорим, сидеть, сидеть, сидеть. Как она должна понять, что ей надо сесть? Вот здесь то же самое. Ну, котики обычно яички лижут. Можешь попробовать. Ой. Ну, ой, и дальше. Ну, значит, ты близко, значит, ты близко. Продолжай. Сейчас, дайте мне сообразить. Я, короче, ложусь. И вы такие, типа, да, это правильно, чувак. Вы говорите, тут надо, типа, а, я понял. Ой. Подрал диван. Ой. Потом лег сюда. Ну, это считается. Ой, все. Ой, да, все. Все, выполнила твою команду. Все, молодец. Надо было мило лечь. Полежать на диване, да. Мило лечь на диван. Этот челлендж показывает то, насколько тяжело нашим животным нас понимать, когда мы их дрессируем. Бегом. Мы можем с Викой пойти, наверное. Денис, продолдавай. Продолжим, придем. Еще у нас Баттерс, кстати, ревновала к этому коту, и поэтому она его била. Да. Она его била? Да. Да. Потому что он похож, наверное, на нее. Она реально, наверное, думала, что вы его больше любите. Было, не было. Очень часто играют на ютубе, и, кстати, проверим, кто будет как отвечать, потому что интересно будет, если у них что-нибудь не совпадет. Воровала ли Баттерс когда-нибудь еду со стола? Конечно. Она до сих пор. Было ли такое, что кто-то из вас не делал что-то, не вставало ли, что-нибудь, чтобы не мешать кошке? Было. Описывала когда-нибудь Баттерс кого-нибудь из вас? Ходила на кого-нибудь из вас в туалет. Нет, прям так. А-а-а! Серьезно? Все-все-все! Все-все-все-все, понятно. Давай, где было? Расскажи. Когда она была маленькая, мы только ее взяли, она у нас на второй день, на третий день у нее, видимо, был стресс, она пописывала к нам в кровать. Нет, в кровать, а вопрос-то на нас. А, ну, в кровать. А в кровать писала, да? Ну, так-то. Два раза. Один раз даже кахала. Один раз кахала. Это на второй день, да, было, после пописывала. Ну, видимо, она просто была очень маленькая слишком еще, котеночек. Портила ли она когда-нибудь вещи? Конечно, портила. Пробовали ли вы когда-нибудь то, что ее еду, корм или консервы, что-нибудь? Именно ее нет. Я ел. Ты ел, да? Я ел. А-а-а, да Вика. Сушеные-то по-любому мы ели ее. Ну, в детстве мы пробовали, когда я была маленькая. Не, я вот эти пробовал, дорогие, сейчас у нее какой-то дорогой там корм. То есть ты взрослый ел уже, в осознанном возрасте? Ну, вот недавно. Ну, типа, я просто подумал, почему этот пакет стоит около трех тысяч рублей. Вика показала не было, потому что она просто невкусная. Не знала. Почему он такой дорогой? Наверное, вкусный. Я попробовал. Нет, невкусный. Может и не пробовать. Если кто-то смотрит мой канал достаточно давно, то видел наверняка ролик, когда ребята оставляли ее мне. Но они не подружились с моей кошкой, кисой Алисой. Я думаю, только потому, что это был один раз. И как бы они друг друга еще плохо знали. Они там поцапались. Я очень перепугалась тогда. Но то, что вот она так отреагировала или моя кошка так отреагировала, это абсолютно нормально. Потому что, ну, это стресс для животного. И как бы ничего такого, что они... У нас не было нас. Тем более, да, не было хозяев, собаки, чужое место вообще. То есть она такая просто в шоке. Куда, господи, зачем, что? Короче, ребята, на ютубе обязательно должна быть реклама. Поэтому сегодня у нас тоже видео будет реклама. Ну, вы уже, надеюсь, привыкли. Так что сейчас вы, ваша задача, за одну минуту, я включу секундомер, прорекламировать. Представьте, что вы рекламируете кошку свою. Окей. Время пошло. Ребят, вы все смотрели Король Лев. Это Симба. Только это Баттерс, два раза круче, два раза быстрее. Только сейчас вы сможете подписаться по ссылке в описании на канал Кота Баттерса. Жирок под пузиком в подарок. За этот спецэффект. У нас кошка летучая мышь. Не могу ее рекламировать, потому что она наша. Ну, короче, ребят, наш кошка самая лучшая. Почему? Потому что она индивидуальность, она личность. У нее очень мягкая шерстка, она очень умная. Понимает, с первого раза когда ей говоришь, что не нужно делать. Она очень уменькая. Смотрите, какие они красивые усики. Какая пушистая мордочка. Какие ушки. Смотрите, какие лапки. Какие-то, какие махнутые. Когда вот там делаешь, она их раздвигает. Правда сейчас она не хочет это делать. А еще она может вот так несеть на ладошках. Вот скажете, издеваетесь над животным. Нет. Желтые глазки. А когда учешешь... Учешь, она... Очень уменькая. Ровно минута. Напишите в комментариях или проголосуйте в вопросе. После этой рекламы вы бы захотели купить эту кошку. Скорее потискать. Мы ее не продадим. Да, но это... Мы не ее продаем. Мы продаем типа породу. Породу? Ладно, Денис, все. Ты уже продал ее, давай. Не-не-не. Порода? Порода? Вообще, мне кажется, не главная порода, а главный характер. И любить своего животного. Да, именно так. Вот сейчас вы скажите каждый по нескольку фактов о Баттерс. У нее шрам на носу. Когда мы ее взяли, она была одна. Получается, нам заводчики, у которых мы брали, открывают дверь, показывают Баттерс. А у нее разодорно все лицо. Под глазом очень сильный шрам, прям почти с кровью на носу. И шерсть подрана. И нам стало так сильно ее жалко, и мы все равно решили взять ее к себе. Мы спросили, что с ней случилось, и с ее покусала собачка. Баттерс любит наблюдать за водичкой. Она всегда, если включается вода, сразу же бежит туда. Особенно, если ты моешься в ванной, она запрыгивает на ванну на бортике и ходит вокруг тебя. Прямо, когда ты там моешься. Да. А еще она спит в раковине у нас. Смотри, третий. Мне приходится ее убирать, чтобы мыться. Потому что типа... Но она там такая во всю раковину. И мне так тяжело руки подобрать под нее, потому что она там расплывается прям по раковине. Баттерс очень сильно любит на окошках спать. На жестких подоконниках. Это прям ее кайф. Самое первое, что она делает утром, просыпается, бежит на ручки, ласкается, но не ест. Самое главное для нее это руки, ласка. А после она только уже как-то ласкается с тобой, сколько ей было нужно, достаточно. Только тогда идет листья. Одна на меня еще слижет. Сними, 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 как она палец спит. Прикольно. Начинаем. Папа. Короче, ребята, расскажите самую нелепую или стыдную какую-нибудь ситуацию, связанную с кошкой. Помнишь, когда мы купили билеты? Мы спросили, что да, можно там возить кошку, не нужно покупать ей билет. А оказалось, чтобы поехать в поезде, нужно было выкупить все купе. Не только нам два места, а еще два соседних. Да, мы хотя уточняли, нам сказали, что типа все нормально. Нас не пускали на поезд, и мы начали звонить нашим друзьям. Они такие, мы не успеем приехать забрать кошку. И нам либо на новый год, получается, оставаться тут и не ехать к родителям, либо оставлять где-то кошку срочно. В итоге мы приняли решение пойти в магазин. Пойти в магазин, короче, найти большой пакет, перевозку засунуть в пакет, понаделать дырок, чтобы она дышала. И пронести ее беспалево туда. Как мы спалились-то? Батрес все это время молчала-молчала. Она наверху там сидела. И в какой-то момент, когда пришла проводница, она бяукнула. Именно в том порядке. Потом еще второй дублирующий раз. Мяу! Я думала, мне показалось. И что сделали? Ну я пошел, заплатил, получается, квитанцию за перевозку. Но там как бы нельзя было провозить, но мне поехали навстречу. Я просто купил ей билет за 800 рублей. Теперь каждый раз, когда мы куда-либо едем, мы узнаем, есть ли провоз животных и покупаем ей билеты. А еще уже такая проблема, что когда ты покупаешь билеты, самые первые вагоны разрешены с провозом животных. Но почему-то всегда там раскуплены билеты, а где не разрешен, там всегда было гоно полупустыня. Короче, понятно, это реально нелепая ситуация. Но нам стыдно было, позорненько. Ну как бы да, как будто мы что-то укрывали. Мы тут уговариваем Батрес сниматься с нами, потому что она все время хочет уйти от нас, бросить нас. Конечно, скажи, я и так на другом канале работаю, еще тут у вас тут сниматься. Все ушло. Да. Это заменитель Батрес, да? Да. Если Батрес общается с Викой, Денис... А может быть Батрес за ним наблюдает? Она думает, вы извиняете мне, вы снимаетесь с ним. Вы больше не друзья, она поэтому ушла. Она такая, не буду я сниматься с этим чуваком. Кого больше любит ваша кошка? Меня. Мне кажется, она каждого любит как-то по-своему. Ну нет, просто у некоторых есть такое, что кошка выделяет прям вот хозяина, а это мой хозяин. Нет, у нас такого нету. Когда долго с Викой ласкается, я говорю, Батрес, она такая ко мне уже бежит, типа понимает, что типа переласкалась с Викой, надо со мной. Пора, пора уже, пора уже. Короче, пытается обоим уделить внимание. Какая была самая дорогая покупка для Батрес? Мы думали купить ей домик, но мы не решались не из-за того, что он дорого стоит, а из-за того, что он там место будет занимать. В итоге мы купили ей домик маленький, она с него выросла. Домик был, наверное, самой дорогой покупкой из всех. Мне кажется, корм дороже стоит. Корм дороже, даже корм дороже стоит. Короче, самая дорогая покупка это корм. А вы ее очеловечиваете? Я ее как кошку вообще по сути не воспринимаю, воспринимаю как своего лучшего друга. То есть не как кошку, а как друга реально, да? Да. А ты? Ну тоже как человечка, медвежанка такая. Кто из вас больше занимается кошкой? То есть вот больше с ней играет, кормит, больше внимания уделяет? У нас распределены обязанности. Вика кормит, я пою, пою, не пою, а водой ее пою. И поешь, поешь. И пою. Спой мне! Денис такой встает и начинает песни. Еще я с ней играю. Я у нее игрун, она у нее повар. То есть у вас разделено прям так? Ну мы с ней тоже играемся, но Денис с ней почаще играется. Вот. У нас бывает такое, что я стою на кухне, режу курицу сырую, она встанет ко мне вот так наверх, вот так на меня смотрит. И вот именно сырую курицу. Вареную она курицу не ест вообще сейчас. У меня киса Алиса почему-то тоже очень сырую курицу любит. Приганит ли она и если да, то как? То есть какие она такие вещи делает, там шкребет что-нибудь, что-то такое? Она бывает может разбудить ночь. Разбудить? Да. Она может начать беситься, играться, либо может начать за диваном что-нибудь скребсти, чтобы тебя разбудить. Она специально залазит под диван в то место, куда мы не сможем пролезть очень быстро. Начинает шуметь. И да, начинает шуметь, чтобы мы проснулись. Да. А сколько она весит? Она такая... 5,3. Смотрите какая баттерс большая. 5,3 и 5 же весит. 5,2 и 5,3 по-моему. Отпусти ее. Все, не хочет она. Ну что ж, ребят, спасибо большое вам за то, что позвали меня в гости, что мы мы смогли... Да. Точнее я сама напросилась. Но в любом случае спасибо большое. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы ребяткам, переходите на их каналы, подписывайтесь на инстаграмы тоже. И увидимся скоро в новых роликах. С вами были я, Денис, Вика и баттерс ушла. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.